В прошлом году, Ладыка, мы тут все окна поменяли, все вообще поменяли. Ну, а и шторочки красивые вот эти. Нам это там делает Татьяна, она все такие. И в спальню можно у нас поставить. Да ладно. Вот так. Вот так. Подыхает, вот так. Господи Иисусе Христе Господь наш, помилый нас. Господи Иисусе Христе Господь наш, и разрушив ряду, дадим богословение, и упраздник смерть дарова нам, живот вечный. Мадочка, поздравляем. С праздником, 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 праздником Богородицы. Ты всегда любила, Божья Мать, любишь. Украшение было нашего собора, Одессы. А теперь тут украшаешь обитель. Рик такой светленький, да, благородный. Мы желаем, чтобы ты выздоровел, чтобы Господь был рядом. Еще многие годы радовала обитель, сестер обитель. И всех нас, кто знает тебя, всегда молюсь о тебе. И желаю, чтобы Господь пролил твои годы, был счастливым, благодатным, благословенными. И, ага, вот у нас дерево. Чтоб я с благодарностью, чтоб я благодарностью понесла. Спасибо, Господи. Спаси, Христе, Христе, Боже. Спаси, Христе, Христе, Боже. Там бандаринчики, консервы. Бананы, пирсики, игрушки. Спасибо, Господи. От Владыкиного стола, тортика Владыка областает. Да, сладенькое. Матушки, сделайте чайок, матушки? Да, да. На стол. Матушка, поправляйся, вы зарубляете. Еще долго жить. 92, а то ничего. 24. 24 и 5 месяцев. Какого года рода? 28-го. 28-го, а 12-8, 4-е. А мы думаем, где? 94. 94. Филаретов, он, Филаретов 92, он каждый день служит, утром, вечером. Витек, ну пусть служит. Да, вот красивый. Малышка молится за нас, за родитель. Спасибо, Господи. Она огромная, литурюка. Она преподавала в журналистской школе. Она всегда по 33-й псалом на Литвике. Читает она. Владыка, вот там мне почитает 33-й. Она научила нас мыслить. А сейчас мы тоже стали опускать, потому что война, служба. А надо еще больше читать. Она всех учила. Ходила ходила там, в Вадыка, не читали. Не потому что она хотела варечку заложить, то что он такой. А она за церковь, за веру промышланова. Вот сегодня. Отец, а покажи. Малышка Матрона, най-жие, най-жие, много ли то най-бое, най-бое, многое, многое, многое ли то най-бое. Сто лет, сто лет, най-жие, многое, 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 многое рядом с тобой, и тут еще одна святитель Николай, а во всем Казанская иконочка Маточки Губеня это, помните, это что, приклада? Даневская икона, Боже Матери, а похоже сегодня у него все, Елизавета там новую поставила, икона похожа на этот, я думаю в нашем легендарном городе Одессе была такая бабушка Таисия, которая посещала все богослужения, нигде ничего не пропускала, и порой назидала священнослужителей, что некоторые участки нельзя опускать, и прошло время, и эта бабушка решила уйти в монастырь, но предварительно она продала все свое имущество, и отдала на благо обители, и приехала в Александровский монастырь, древний монастырь, и здесь она уже более семи лет несет свой монашеский подвиг, теперь она монахиня Матрона, и вы видели эти такие очень трогательные кадры, когда она лежит под иконами, совсем старенькая, 94,5 года, четкий в руках молитва, ясный ум, она помнит кто, что, когда, зачем, и она очень обрадовалась, увидела владыку, жалуется на здоровье в 94 года, то есть юмор не проходит, но в то же время это показывает, да, как надо заканчивать свою жизнь, как надо готовиться и думать, и то, что у нее ясный ум, говорит только одно, как говорил покойный блаженнейший митрополит Владимир, ясность ума это подтверждение того, что человек живет святой жизнью.